Слава тебе, Господи, открылось. Что-то у вас было. Ну, что-то никак. Все утро барахли, только перезагрузил, пропало многое тут записывалось. Я и раньше встал. Предпоследний день, я тут тороплюсь. Первый день такое. Едва-едва мигает. Вот сейчас заработало, вы пробили мне его. Доброе утро. Я договорился с Дмитрием, он ждет, сидит. Вот. Давайте по этим самым, по канонам пройдемся, да, по важности правил. Так, подожди маленечко тут. Что-то я не открою. Вот так. Так. Повтори-ка, пожалуйста. Сейчас я его присоединю и повторю. О! Ну, слава тебе, Господи. А я вчера уже целый день молился о нем. Дмитрий, Господи, если может, дай мне. Вот видишь, вот я... Хочешь, не хочешь, а поверишь, что Господь не покидает грешников совсем. Ну, мы уж заочно знакомы. Подождите, подождите пару минуточек, я занят сейчас немножко. Не отключайся. Сейчас. Давай, давай. Он вас смотрит тоже давно, Игнатихич. Он вас так, ну, мало-мальски знает. Где он меня смотрит? Да это я не с тобой, это я с Игнатихичем говорю. Ага. Сейчас. Немного. Подождите. Ну, можно пока поговорить. Я сейчас просто пока без камеры. Ну, включай камеру, потом будем говорить. Здравствуйте, Игнатихич. Доброе утро, Дмитрий. У нас ночь на дворе. Я вчера от корки до корки прослушал ваш разговор. Ну, и отреагировал прямо сразу же. Встал на молитву и днем несколько раз молился, и вы у меня из памяти не выходите. И что? Ну, вот и что. Вот ответ. Это вот впечатление. Что-то у вас тут не работает, не тянет, Сергей. Сейчас он запустит. Сейчас я попозже запущу. Прождите. Я давайте прокомментирую, в чем тоже ролик будет выставляться, чтобы было понятно, в чем. Мы, Игнатихич, увидели, что вот как раз Дмитрий, ну, не сказать, что противостоит, но он не поддерживает, вроде бы, как каноны православной церкви и вот выступает за такое состояние по Христе вроде. Ну, то есть, существование христианина не в канонах, а в Господе. Вот, и вы хотите выступить в роли, как бы, защитника канонов православия. Это меня уже пугает. Ну, а что делать? Ты зацепил сам эту тему, поднял ее. Нет, ну я же поднимал в куварной встрече. Так, диспутам это не факт, что я гадаю. Ну, что сказано, как говорится, в темноте-то у вас в свете потом проявится. Да. Ну, если что, я сразу в кусты спрячусь. Нет, Юрш, отвечай. Как перебохом. Да. Ну, начинайте, Игнатий Ильич, о канонах. В чем важность канонов? Как всегда спрошу, Дмитрий, ты не против, что это у нас в интернет выставляются беседы? Нет, Юрш, когда Сергею первый раз звонил, когда мы только даже знакомились, и то... Так, и вы не против, что если я немножко прокомментирую ваш разговор с Сергеем, который он назвал Христос и канона? Чтобы я не навязывался вам. Мне нравится, не нравится, когда сектанты, вот любые, там, баптисты, подходят и начинают, и ты спасен, и дальше говорит, что я уже знаю, 53 года и живу этим. Его не интересует, ему надо высказаться. А ты сначала узнай, нужно это человеку. Вот я и как раз задаю вопрос, беседу. У меня предварительно перед вами прелюдий-то никакой нет к разговору. Я просто прямо уже, хотя раньше не спрашиваю. Вы не против, что я на эту тему вашу буду говорить с вами? Мне прелюди не нужны, говорите, как считаете, нужно. Ну, ладно. Дело в том, что если бы вы взяли в руки ручку и записали, что я буду говорить, места писания, а потом отдельно посмотрите, потому как я буду называть просто места писания, а вы отдельно потом посмотрите ваше разумение, чтобы не забыть. Да я писание знаю достаточно. Вы забудете? Хорошо, у меня вот открыт блокнот, я ручки, у меня нет, я писаю. Есть такой писатель, журналист, очень талантливый и видный, ну, видный из евреев, Быков, Дмитрий Львович. Он приехал по Теряевку, услышал, представь, из Москвы командировку с фотографом своим каким-то бурлаком. Я ему говорю, почему ничего не записываете? Давай я так знаю-то. Он все перепутал. Памяти никакой не хватит. Это самонадеяние. Потому что это вехи исключительной важности. Но он записывать будет блокнот на компьютере будет записывать. А, ладно, ладно. Дело в том, что если каждый сам по себе спасается, церковь-то не нужна. Я уверовал. Сейчас везде вот два, три, двое, трое, и Христос посреди них. Я спрашиваю, ты точно цитируешь? Ну, я считал. Нет, давай точно. Где двое или трое собраны во имя Мое. Вы в эти два главных пункта, я говорю, упускаете. Не собрались? А собрались это трое выпить где-то там, сущок раздавить. Собраны. То есть иная внешняя сила. Какая? Согласно, Дух Святой собрал. А это Дух Святой вас собрал, не церкви. Размышления вашего времени службы. Ты зашел в кафе, один пишет, мне легче себя чувствовать, чем в церкви. Там бабки там ходят. Ну, я зашел в кафе, посидел, ну и про себя помолился. Другой в лесу гуляет, цветочки нюхает. Ну, церковь – это не церковь. Церковь – это души, добровольно согласившиеся принять Христа и впустить Его в свою жизнь, изменить жизнь. И в этой церкви, что вместе собрались, обязательно связь с тем, что основал Христос. Я создам церковь мою, и врата да не одолеют ее. Просто так рассуждать эти слова о церкви, ни баптисты, никто не хотят смотреть. Я 53 года работаю с сектантами, не понаслышке, не подворкински знаю. Я у них на капель, во всех городах центральных выступал, давали слово, пока вдруг не начался отток в обратную сторону. В православии это впервые, может, за тысячу лет такое было. И везде дали указ, мне не давать нигде слова. И вот я говорю, почему вы не обращаете внимания на церковь? Вот голова, тело. Без тела – это не голова, это Руслана Людмила Пушкина. Почему не говорить это? Ну вот спасенные души церковь. Спасенные души и церковь. А зачем 12 тогда апостолов? Для проповеди? Если только для проповеди, то проповедуя это, мы считаем, шестая глава деяния апостолов. Филипп, некоторые даже не знают сектанты. Филипп молился, обратились самаряне. Ну и что? Слушайте дальше. Восьмая глава подведет черту. А апостолы все находятся в Иерусалиме. И Филипп там, это Филипп не апостол проповел, диакон, они даже этого не знают. Избран диакон. И апостолы в Иерусалиме, и они знают, что, хотя они уверовали во Христа, а они не в церкви. Они не имеют самого главного, водительства Духа Божия. И сразу же командируют Петра и Иоанна. Зачем? Они знают апостолы все в Иерусалиме. Дух Святой исходит только через них. Это Бог дал указание. Веришь ты, не веришь, от этого ничего не меняется. Это Божий план. И они идут туда и спрашивают. А дальше возлагают руки и сходит Дух Святой. Да что, от человеческих рук зависит? Если бы не зависело, тогда бы восьмой главы Деяния апостолов не было. А что такое врата ада? Даже этого не знают. Самые лучшие сектанты баптисты. Врата ада означает еретики. Враги. Они не одолеют. Церковь будет до конца. Если человек согрешил, блудник, он не в церкви. Никто не знает, он садомит такой-то, такой-то, там Андрей Куряев указал. А его с места на место перекинули и все. Он не в церкви. Почему? Потому что церковь святая непорочная. И это будет до последнего дня, до последнего поворота Земли. Вот я начинаю вопрос за вопросом задавать им. Ни на один не могут ответить. Ни на один. Самое простое. Пища не приближает и не отдаляет. Я говорю, а где вы прочитали? Да как? Павел говорит. Ну, откройте. Нету. Пища не приближает, не отдаляет. Это вы все добавляете. И попы, и все. Нет этого, она отдаляет пищу. Постов нету. А какие посты церковь усыновила? Где? Рукоположение от апостолов идет. Влаза на епископом. Если этого нету, то нету церкви. Нету. Это рождение новой секты. И вы попали в это течение. Вот мне близко знакомы. Баптиисты, адвентисты, мормоны. И все дробятся по своим отделениям. У адвентистов особый остаток святой. Два-три человека. И, наконец, от них еще один отходит. Когда у них идет богослужение, по их богослужению, он гуляет отдельно. Я говорю, а почему? А я никому никакой конфессии, никакой динаминации не принадлежу. Вот вы оказались один из них. Как это не принадлежит? То есть, там нет икон, там нет мощей, там ничего нету, что православие ставится в вину православным. Почему вы не остались у адвентистов? А они не так понимают. Что они так понимают? Ты десятину платить не хочешь? А откуда вы знаете? Да я знаю. Главное-то, что свое я на первом месте. Если плохо православие, иди к католикам, что исторические церкви, сохранили епископат. Да там еще хлеще. Григориан Армянам, апостоличная церковь, ты ее даже не знаешь, а уже отвергаешь, я говорю. И дальше копты и сирийцы. Это вот все. Пять. Пять за этим нет церкви. Если вот вы вчера разговаривали об этом, а что каноны, люди придумали. А вот, ну ладно, только десять заповедей. Давайте по порядку разберем. Десять заповедей кто дал? Как-то Бог и Егова. Правильный ответ. Но дальше-то, дальше считаем книгу Левит. Зачем она нужна? Десять заповедей и все. Но Бог делает откровение. Как голуби крылья надломить? Как взять козла отпущения? Зачем это нужно? Это же язычество, это шаманство. А вот за эти слова ты отвечаешь. Отвергшийся закона Моисеева, не закона Божия. Павел пишет кримлянам. Без милосердия предается смерти. Вот эти слова, что вы говорите, это все смертный приговор вам. А вы даже не знаете, как будто. Ну, я принял десятисловие. Ты слушай внимательно. Закона Моисеева. Десятисловие – это не закон Моисеев. Это закон Божий. А дальше – чти отца и мать. Ну, я согласен, я чту. А зачем его расшифровывать, как чтить? Зачем говорить, что на родной сестре жениться нельзя? В Новом Завете не говорится. Но кровосмешение не одобряется ни одной мирской властью. Ну, не считая там дикарей и сумасбродов. Расшифровка очень большая. Несчистота женщины и проще. Это все чти отца и мать. А непослушный, непослушный сын буин. Родители должны прийти сказать старейшинам у входа в город. Наш сын буин и непокорен. Пьяница. Его обязаны привезти, и родители первые положат на него руки. Так это Моисеев закон. И он будет предан смерти. Это чти отца и мать. А он буин, я чту, но я пришел домой, ночую дома. Можно многое говорить. Слово родителей поставило точку. Его нету. Вот мы говорим, не сделай никакого изображения. Сектанты все знают. Вы это приняли, десятисловия. Я просто прояснение даю. Но за этим-то что кроется? Если ты не понял, что кроме 20 главы исхода существует 25, где говорится «сделай изображение», а у тебя нет икон, ты не православный. Ты уже попадаешь в разряд другой. А почему? Простое рассуждение. Сектанты все. Не сделай изображения, не ныне вверху. Я читал Библию. Я каждый день ее считаю. Но ты это считал. Ну, вот мы и не имеем. А почему 25 главу не считаете? Ее написано «сделай изображение». Которое показано было на горе. На горе Бог показал небесное. Так у вас тут иконы по порядку. Он видел небесное. Но если он не видел, это не Моисея был, придурок какой-то. Значит, видел. И он что сделал? Двух херувимов. Он видел, да? Ну, там же людей не было, икон Божьей Матери. А их там и не было. Он и не мог это сделать. Но когда в церкви уже двери, считаем, открыты на небо, и ныне будешь со Мною в раю, ныне, сегодня, в разбойнику, то теперь изображение есть. Апостол на небе, никто не сомневается. Поэтому изображение у нас. Божья Матерь Святая. Ее изображение. Христос пришел, я говорю, в храм. Этот храм был что, капище уже к его времени? Нет. Он сказал, дом мой. Ну, а вы почему его сделали вертепом разбойников? Это вы сделали. Но, несмотря на это, его это дом. Он будет ощущать. Я гляжу, у вас энергия такая. Вы так говорите. В нужное место направить. У вас, Дмитрий, правильное рассуждение, несогласие с беззакониями. Но дальше-то вы... Сатана выхлестнул из церкви, а вне церкви нет спасения. А откуда известно? 2.47 Деяния апостолов. Господь ежедневно прилагал спасаемых к церкви. А зачем прилагать-то? Двое или трое. Я хожу в лесу, нюхаю цветочки. Не будет. И Иоанн Златоуст говорит, без этих священных рук, священника, нет спасения смертным. А откуда известно? Кому простить и проститься, на ком оставить и останется. Эта власть им дана. Эта власть была с первого века. Это особенно ясно отображено. В первом веке. Вот Игнатий Богоносец. А кто такой? Это младенец, которого Христос брал на руки. Мальчик. Таковых есть Царство Небесное. Это он. Он его обнимал. Это будущий епископ, который умер, растерзанный зверями на римской арене. Это что, нам не подходит? А его шесть посланий. Где нет епископа, нет церкви. Это голос апостольский. Он прямо на руках Христа был. И никуда это не ушло. В церкви так это осталось. Почему написано, апостолы избраны Христом были мужчины, а не женщины? Толковать не надо. Само дело показало. А дальше? А дальше Господь говорит, одних избрал апостолов, а вторых пророками, запитая в третьих учителями. Я спрашиваю сектантов, скажите, вы верите, что апостолов избрал? Да написано. А пророков? Они перечисляют. На пророках спотыкаются. Ну, ага. Четыре дочери диакона Филиппа. Ну, а еще тупик. А учителей? Уже, говорит, поставил. Уже в прошедшем времени, Павел пишет. Кто? Опять перечисляет апостолов. Нет, это во-первых. Во-первых, мы перечислили, написали, но нету никого. То есть, кургуза, чтение. Теперь уже надо подъехать под Павла. А Павел тут, что попало, написал? Ну, тогда с мусульманами иди. Они не любят Павла. Не любят, особенно, послания к римлянам. И вот, если заповеди Божьи – это путь Божий, Христос говорит, я ес им путь истины и жизнь, а Он говорит, любите Меня, соблюдите Мои заповеди, то каноны – это вехи, вешки. Вот во время пурги наши едут из деревни на вокзал, и они ставят вешки, прутики. Когда пурга начнется, чтобы от вешки до вешки через 20 метров видно было, куда ехать-то. Ну, не видно, низги не видно. Поэтому сегодня самые ярые противники канонов церковных, они к ним обращаются. Ко мне приходит на дом, пятидесятник. Харизматов тогда не было. Я говорю, вопрос-то вас в чем? Ну, мы не можем его разрешить, но вот руководство наше решило послать к вам. К православному посылают сектанты. Я говорю, ну вы же против канонов. А что, в канонах об этом сказано? Ну, скажите, какая беда? Ну, наш главный руководитель впал в блуд. Ну, в первую очередь, бывает оговор. Надо узнать. Ну, она сама пришла, осозналась, и он при ней тоже. Ага. Значит, стопроцентно. Ну, да. Ну, вот написано. И дальше я показываю. Вы считаетесь священнослужителем? Ну, конечно. Но он никто, он самозванец. Ну, по-вашему. Давайте по вашим меркам. И что? Сан снимается навсегда. Это первое. Я показываю правила Гаммский собор, апостольское правило. Когда, в каком году, кто председатель, сколько членов. Все это у нас расписано. Семь вселенских, девять поместных и тринадцать цветных отцов. Книга правил. Она насчитана на моем сайте. Можем в аудио прослушать. Навсегда. И теперь он. Вы считаете церковь себя? Ну, да. Он у вас пропадать не может. Но запретить ему свидетельствовать в миру на вокзале вы не можете. Это не относится к церкви. У церкви так. Вот он блудник. Садомит. Ну, ясное дело, его надо извергнуть. Если мирянин, то отлучается, допустим, на десять лет. Ну, я, к примеру, говорю, там двенадцать разные правила есть. Ну, немного разница. Но, если это священник, его не отлучается. Сан снимает. А причаститься, может, в этот же день. А почему? У Еремии написано, за один грех два наказания нет. Потому что, если меня отлучили как блудника, то я имею возможность прищищать все тело и крови через десять лет. Он же вернуться в свое состояние священника никогда. И вот церковь этим заражается. И ваше возмущение абсолютно справедливо. Почему? Патриарх крышует. Ну, может, не патриарх, синод. Его должны были разобрать при этих семинаристах, при всем народе. Они боятся. Девяностое правило Карпагенского собора. Если он не защищается, он извергается из сана. Они правила попирают. Книгу правил 70 лет не выставляли, нигде не издавали. Они прятали. То есть, правило, по которым регламентируется жизнь Церкви Христовой, было исторгнуто и убрано. И поэтому расцвело махровым светом беззаконие. Суда нет. Он что хочет, то и делает. Вот, допустим, ну, я грубо так скажу. Мы с Леписком живем рядом вместе и завели вместе овечек. И у нас из-за овечек спор пошел. Я гляжу, он мою одну овечку перетащил к себе. Я имею право подать в суд церковный. А если суд не решает, имею право в мирской суд обратиться, на епископа из-за одного барана. А сегодня так. Он что угодно делает. Епископ беззаконищает, запрещает, сан снимает. Он не может снять священника сан. Только шесть епископов. Шесть. А для чего шесть? А для чего депутаты в Государственной Думе? Это паразиты. Это для чего? А все-таки коллегиально решает. Один одно скажет, а Жириновский другое. А если епископ не так делает, вот его заметили в Садомитах. С него сан нельзя снимать одному. Патриарх не может. Двенадцать епископов должны быть. Правильно? Правильно. Это уже коллоквиум. Они будут решать вместе. И вот вы еще раз сказали, каноны не нужны. Нужны. Проходит время. Они говорят, ну мы ему, ну там, три месяца наложили на него эпитимия. Это церковное наказание. Приходит опять, что? Опять попался. Это блудник. Но он извергнутый был. Вы меня не послушали. Что, зачем вы идете и искушаете? Какое бы у вас ни случилось сегодня, преступление в церкви написано. Правило Василия Великого. Если жена убьет дитя в своем череве, то есть это аборт. Отлучается на десять лет. Но эти десять лет, они разбиваются на четыре категории. И первое, первое, это плащащие. Одна часть четвертая. Два с половиной года не имеет права заходить в храм. А не так, я буду ходить гулять, а четыре, два с половиной года прохожу в лесу, прогуляю, светочки пронюхаю, а потом, нет, ты должен приходить к каждому воздушению. Мороз, холод, дождь, ты должен стоять на улице. Иначе церковь тебя выкинет. И это справедливо. Для чего тогда тюрьма? Для чего тогда человека ссылают на химию где-то? Это во всем мире это есть. И что? Ну, а вот двадцать половиной года их можно сократить на одну треть, если человек в слезах утопает. Епископу один пришел другой ходатай. А кто может ходатайствовать? За тех, которые отреклись, тот, кто сидел. Вот у меня есть великое право. Сегодня я не знаю, в православии есть еще кто или нет. Я не знаю. Кто сидел и остался живой, я имею право ходатайствовать за тех, которые потерпели что-то, ну, во время гонения не выдержали. И их теперь, ну, наказали по всей строгости. Я имею право ходатайствовать за них. Потому что я сам испытал и говорю, он достоин снисхождения. Выслушайте его. Ну, скостите ему. Жена, делающая аборт, отпущается на десять лет. Но если бы ее, ну, допустим, заставляли там в плену где-то, то я бы мог договориться, чтобы на семь лет, но больше я не имею права, ходатайствовать. Это каноны. Но жена говорит, не прелюбодействуй. И все. А ты знаешь, что прелюбодействие есть? Ну, да. Ну, вот смотрите, без канонов-то что получается? Мы стоим в церкви. В церкви не может быть грешник. В церкви их выдавливают. Оглашено из идите. А они выходят. А на сколько? А вот здесь закон. Вообще мужчина на семь лет. Если женщина, тот же самый грех. Те же самые вожделения. На десять. Правила Василия Великого. Ему говорят, правила несправедливые. Грех одинаково, он всех наказывает. Знаю, друзья, знаю. Но по-другому пока нельзя. Я потом только начал уразумевать, какой гигантский ум, дух. И вот жена пришла на исповеди, и батюшке говорит, батюшка, грех случился. Ну, все рассказала как. Но муж очень ревнивый. Если увидит, что я не в храме, а с соглашенными, он все равно меня заставит сказать. И он меня убьет. И церковь впервые изменяет свое правило. Потому что жизнь показала, ты будешь стоять с верными, но не причащаться. Ради ревнивого мужа. А он-то не всегда приходит. И он не знает, она прищищается или нет. Но видишь, она стоит и стоит. А она стоит, сколько положит, допустим, 10 лет. Я увидел, что церковь вселенская, единая, это любящая мать, ревнивая, заботится о нас. И если 2-3 богослужения, ты не был в церкви воскресных, канон, ты извергаешься из церкви. Ты не церковный, ты не православный. И это имя не упоминать больше. Не надо обманывать, а то я христианин, Виталий, Александр. Одно название, вводящее других в заблуждение, говорит Иоанн Златоуст. Вот, что вчера я прослушал, я не зря потерял время. Я пытался узнать, на каком месте сатана ловит. Самомнение. Самая большая ошибка таких людей, это и у вас, очень зримо видно. Три ступеньки не прошли, а сразу прыгнули на третью. Первое. Отвергнись себя. Возьми крест, следуй за мною. Отвергнись себя. Чтобы отвергнуться, самого себя надо узнать, кто ты. Твое я. И расшифруй. Я такой-то, характер такой-то, непокоривый, каноном не покоряюсь, православным называюсь, ничего не хочу делать, делаю по-своему. Вот в этом я, растопчи его, выбрось. Я знаю многое в православии, не евангельское. Но я православный, я отрублено все. Я выполняю все посты, не евангельские. И об этом сегодня ведут речь. Оставить один. Великий пост. И среда и пятница. 69-е апостольское правило. Это нельзя, это правило. А остальные, рождественские, там, Петров, Успенский, это все пришло позже, на некоторые, на 4-5 столетий. Их надо убрать. Но я их не убираю. Я говорю, надо, не евангельское, потому что их нарушают. Но как надо? Но я высказал мнение. Но если отменят, вы будете соблюдать? Буду. Я их соблюдаю. В лагере соблюдают. Но у меня внутри тягота. Ну зачем это сделали, когда пост был сделан для проповеди? На проповедь не идут, Петров пост. Обман. Сплошной обман. Но я православный. Я строжайше выполняю. Растительное масло не дам детям. Замену другую дам. Но! Теперь я прошу Господи, дай мне любви к этим постам. Дай любви. И я полюбил их. Если их отменят, я все равно буду соблюдать. Я православный, без дураков, как говорится в мире. Я обязан соблюдать церковное правило. Епископ на меня сильно разгневался. Наш епископ за то, что я выпустил материалы, еще не были оформлены в книгу к истинному православию. Это о благовестии. Что все должны идти на благовестие. Дальше. О войне. Что не имеет права никого убивать. Вы дали пример. Там бежит за ним человек. И как? Солгать нельзя. Все. Почему Сергей не настоял на этом? Не знаю. Никогда, нигде, никак. Всякая лошадь дьявола. А как? Рукой. Покажи ему, куда спрятаться. А теперь они прибежали. Прибежали, спрашивают. Такого ты видел? А почему я должен вам отвечать? Вот как надо отвечать. Ищите сами. Вы его знаете. Ну а дальше вы уже придумали, что он выйдет и начнет убивать и на вас там кинется. Такого пока в практике мир мировой не было. Самый страшный преступник, он помнит это. Это 93-й год называется у Виктора Гюго. Там об этом описано. Очень подробно. И вот каноны, они нам необходимы, как вехи. Вот прелюбодеяние. Не прелюбодействует закон. Но тут такие еще тонкости. Когда, где, что этому содействовало. Как? И накладывается эпитимия. А сегодня эпитимии-то нету. И поэтому на букву женщина-одиночка, не одиночка, а на букву Б называется. О чем тут один высказался, а его архиерей запретил. Вот как. Определенно, и этим Б наполнена вся церковь. И этим Б занимаются мужчины. И вот это надо расковыривать. А я уйду из церкви, тут плохо. Вы нигде покоя не найдете. Он по пустынным местам будет гонять. Дух выйдет и и ходит. Дальше. Шестая глава Евангелия Теана. Кто не будет есть плоти сына человеческого, не будет иметь жизни. И в жизни не видно и нет таких людей. А я уйду, устранюсь, буду по лесу ходить. Нет. Верующий человек, он устрашится этого. Что угодно. В тюрьму посадите, но дайте мне возможность прищащаться. У русских обычно было принято четыре раза в год во время постов. Я за это стою. Не каждый день. Недостойно прищащается, в него входит другой дух. И вот если это малое, что я сказал, трогает вас, то скажите, а как отречься себя? Это вам главный вопрос. В своем я убрать доверьтесь разуму церкви. И дальше вторая, вторая ступенька возьми крест. Какое наказание, пятиемья будет. Архиерей наш сказал, за то, что воевать нельзя, у меня называется любите врагов ваших и о русском языке. Три. У меня материалы вышли, они сейчас в книге. Он решил, архиерей, мне голову снести, отлучить. Еще этого не было, угроза поступила, я сразу всем сказал, я немедленно выйду, буду стоять в коридоре. Все. А дальше я веду занятия в пяти университетах, по радио, в школах, в воинских частях, в милиции. Он нигде мнение не может запретить. Вне. Но надумался и не сделал этого. И сам пришел на занятия в университет. И у нас это снято, и он сидит с моим братом и слушает. Он 13 лет у нас был, Евтихий, и Курочкин. Потом 5 лет был Домодедовским у Кирилла, когда зарубежные обходили. Но мы не вошли под патриархию, мы по-прежнему относимся к русско-православной зарубежной церкви. А почему? Евтихий, ну, это, это знает он. Вот, можно я, почему-то голос отдается, у вас на колонке громко. Сильно отдается голос мой слышен. А, голос. Я тогда подальше маленько, потихоньку буду говорить. Нет, мой голос слышен. Ну, ладно, сейчас, вот смотрите, он согласен, да, исполнять, Дмитрий согласен исполнять каноны. Но он приходит в свой храм, да, и там, вне канонических правил ставят священника 23-х лет. Я слышал. Он за каноны, да. Ну, как ему быть-то дальше? Я отвечаю. Пусть бы он вопрос задал. Он незаконный, должен быть извержен. Священник. К нему не подходи. Все, вопрос решен. Не подходи. Но, не распускай молву, но отдельно ему скажи, а потом напиши епископу, а епископ сам рукоположен не во время, поэтому тебя обядят врагом. Я это делаю, пишу непрерывно. И что, результаты есть? У нас был яромонах, ему 27 лет, никто к нему не подходит, он ничего священнического не делает. Это вопрос решается. А не так, я устранюсь. Ты заметил это, начинай с этим бороться. Не знаешь, как? Я подсказываю конкретно. Сначала подойди к человеку, скажи, который так это, покажи ему канон, напиши на бумаге, перепечатай и дай ему. Шестое Вселенский Собор, 14-15 правила. Дальше. Пиши в Синод, Патриарху, работай. Мы-то находимся здесь же, православные. И вот, а крестит неправильно, только мочит. Знаю. Я полвека стучу. И сейчас в большинстве епархий строят купели. Но еще они там не крестят во многих. Но уже иногда под запрет идут, ну, как бы, мысленно хотя бы. Кто будет крестить неполное погружение, архиерея прям строжится. А какой выход? Работать. Работать. Говорить. Писать. Я на каждый пасхальный праздник всем архиереям писал. Игорь Тихович, но он работал как раз в этой системе. Вот, Дмитрий, расскажи о своих пятикидатах. Вот ты в деревне проводил курс катехизации. Вот расскажи об этом. Он же работал в этой системе. Катехизация. Это не миссионерство. Под миссионерство нельзя подстроиться. Это от Духа Божия. А катехизатор от умов. Пусть он расскажет о своей практике. Он там в том ролике не все бы это сказал. А, ну пускай. Ну, как ты в церкви? И что тебя смутило? Вот расскажи. Да, пожалуйста. Нет, ну то, что я говорил основное, это то, что когда, во-первых, меня священник вот этот благословил, который здесь был до этого молодого, потому что они же обязаны проводить как минимум одну часовую беседу. Ему я этого не хотелось сделать. Он меня под это, а я, в принципе, как раз и не против, я даже забыл. Ну, поначалу, правда. У меня, типа, давай, давай, читай. Ну, я где-то три месяца вот перед крещением, независимо от того, что там люди скажут, слушают, они все равно крестили. Ну, я на все это посмотрел, вот я три месяца вел, ну, так, грубо сказать, через меня прошло 150 человек, потому что я сажал всех. Я не сажал только родителей. Кто приходил, я говорю, вы все садитесь, вам лишним не будет, послушать. Вот поэтому там все делали по восемь, по десять человек вместо двух, как говорится. Ни один человек за это время я не нашел человека. Я люблю задавать вопросы, я люблю слушать, не только говорить. Беседую, люблю вести, вопрошаю. Я, естественно, спрашивал там, наводящих вопросов кучу любил. Люблю человек сам подводить к чему-то. Вот я им задаю вопросы элементарные вначале, там, ну, вот, а кто из вас Евангелие читал? А иногда я просто книжку поднимал в руках, на них же написано Евангелие. Я говорю, а что это за книга? Она маленькая, они не знают, что это такое. Они крестят, их крестят. Некоторые не выдерживали, уходили, час не могли посетить. То есть я начинаю им по-русски говорить выносить мозг, хотя, по сути, я просто начинаю хоть что-то рассказывать, пытаясь за час хоть какую-то радость, благовестие донести, на что меня благословили, чем я хотел попользоваться, вот, и все во имя Христа. Потом многие не уходили, многие начали кощунствовать, многие наезжать начинали. И где священник, мы все-таки еще пришли, нас надо покрестить, что мы тут слушаем всякую Велиберду. Я три месяца послушал, ну, во-первых, я уехал, по-моему, я же не помню, как, да, я в Воронеж уехал обратно. Ну, и больше меня к этому, когда я потом опять к нему сюда вернулся, желания у меня уже не было этого начинать, потому что меня даже не в том, не в моем желании, потому что я сдался, потому что, в принципе, опять он был из-за священника. Он же крестил все равно, он меня поставил, пусть ему словно неохота, а люди пожалуются, ему надо выдавать эти свидетельцы, которые оттуда спускают все эти бумажечки административные, а ему надо для Галки какие-то бумажечки. Я, получается, занимаюсь ерунду, а я не такой человек, я никогда в системе, тем более я не этот, как его, не притворщик там, я не люблю эти иллюзии создавать, работы или еще что-то. Я хотел искренне людям о Христе рассказывать, да, я в дело с радостью, а когда люди кощунствуют мне в лицо, и ты не можешь ничего им сделать за это, ну, грубо говоря, сказать, ну, извините, вы не можете сегодня покреститься, то какой в этом вообще смысл? Я понимаю, что люди, как я понимаю, что ты не к спасению людей, а к гибели ведешь. Вы же сами говорите, ведь это не только недостойно причащения, а что, недостойно креститься, это хорошо, что ли? Люди, которые только что кощунствовали, они не могут час без сигарет мужики выдержать, сидит, вот он все, ему уже в него все трясется, выходит за сибарку, сразу идет. О чем идет речь просто? Никогда потом за это время вот они крестиловны, я же в храме, в алтаре, я на службах на всех, там, апостола читаю, я никогда этих людей не видел в храме после. Никогда. Все крестные едутся какие-то, ой, мы ждем с Москвы. Я говорю, какая прелесть. Я говорю, а потом, когда вы его еще раз с Москвы увидите? Когда он уже в тюрьму попадет, его крестник? Все это смешно. Я им тоже, я люблю так и пошутить, я надеюсь, этот Христа, конечно, не отворачивал, но потому что по-другому люди не понимают, иногда сарказм, может быть, побольше даст, чем такая пробка. Я говорю, что вы сейчас, посидите, окунут вас пару раз и отмечают. Да они там прям так и делали, некоторые шампанское открывали прямо перед храмом, фоточки под фоточкой. Ну что это? Меня это, конечно, можно под кем-то это делать, кто такой же ревнитель, грубо говоря, а если этого нет, то какой в этом смысл? Вот и все. Такой мой опыт. Так, на это вот что. Это все везде, так и делается. Но дальше-то выход, вы какой делаете? А я отошел где-то, вот вы один. Вы начинаете образовать общину, а это дело не одного дня. Как образовать общину? Вы зайдите на наш сайт, сайт назвать... Зачем? Какой мне общину? Я никакой общины не хочу. О, вот это твое я, отверни самого себя. То есть вы уже сдались в плен, вы даже не видите свое позорное положение. Бросил, ушел, а ты не бросай. Никто на... Да я никого не бросал. Кого я бросил? Нет, 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 вы вели работу, работу бросили. То есть вас отстранили, и вы согласились. То есть вы не держитесь. ну вы опять не слышите. Во-первых, меня никто не отстранял, я сам, во-первых, в Воронеже. Ну ладно, Дмитрий, вот какое дело. Когда человек говорит... Когда человек говорит, ну и убирай, я не держусь за свою должность. Мое мнение, таких людей нужно немедленно убирать, они ничего не сделают. Я вот основатель детского лагеря православного, нынче 45-й год веду. И мне кто-то сказал бы, я тебя убираю, а попробуй убирать. Я уйду только в одном случае, я староста общины, только в одном. Если мне докажут, что тот, кто будет вместо меня, будет делать лучше. И чтобы люди это подтвердили. Я уйду сегодня же. Но я держусь и каждый день улучшаю свою работу. Стараюсь, по крайней мере. И это явлено для всех. Вот люди собираются, приходят в церковь, уходят, вы стоите, смотрите. Ну и начинаете помаленьку работать за пределами храма. Вы мирянин, вы не диакон, не чтец. Так я понял? Правильно, нет? Не чтец. Я не диакон. Ну все, поэтому за пределами храма, ну подойдите с человеком поговорить и скажите, а вы хотели бы изучать Библию? Как образец, так называемый, свидетели Иеговы? Учитесь у них. Это даже не еретики, это сатанисты настоящие. Но как они делают, надо поучиться. От дома к дому, от двери к двери. Никаких совещаний там, рождественских чтений они не делают, они идут от двери к двери. Они работают. И вот к вам пришел человек, ну хотя одного-то где-то вы ходили, занялись, ну хотя бы одного-то, постоянного прихожане, найдите, пусть это будет бабушка. Не обязательно молодой-то. И скажите, давайте собираться Библию изучать. А как? Блаженный фефилакт. Вот мне Господь позволил вести занятия по блаженному фефилакту и издать трехтомник с комментариями, с картинками, ся ва-даре. Вот двое, а она кому-то сказала, будет трое. Вы занимайтесь. Как только начали заниматься, оповеститесь священника. Если хотите, чтобы вас не обвиняли потом в расколе. А можете не оповещать, но мое личное мнение, сказать надо. Подойти и сказать, там, отец Василий, мы начинаем Библию изучать сейчас по блаженному фефилакту. Придите к нам с нами, посмотрите, послушайте, подправьте, как. Он не пошел. Вы можете ему сказать, мы больше вас не будем приглашать, досаждать вам. Благословите нас на занятиях, он не будет благословлять, но Вы попросите. Вот теперь Вы свободны. Теперь ваши двери открыты для всех и для него, но он себе поставил преграду непри. Он не достоин был этого. Но Вы сделали, как послушное чадо. Обязательно к священнику надо подойти. И на это неполное погружение имеют. Ну, помочили, идут креститься. Священник крестит полное погружение, если не было мочения. А если он узнал, не будет. Потому что надо то, вот эта игра, что ладошка отстукнула, признать несуществующим. Его не было. Никакого второго крещения нет. Если он это признает, он должен признать, что он некрещеный, что патриарх некрещеный. Ты понимаете, за этим целая цепь. Епископат некрещеный-то. Даже у второго крещения Руси. И если это не трогать ничего, ничего никогда не будет. Вы теперь беседуете с одним человеком, он рассказал другому. И Вы увидите, как обязательно будут люди. Обязательно. Ну, это мой опыт. Я не дворкин. Я работаю с людьми. И ни в одном месте сделать можно. Вот представьте, я ничего не имею. Наконец, в университете Вы занимаетесь. Батюшке сразу доложат. Он будет отлучать от причастия. Потерпите пока. За что? Вы его не трогайте, нигде не называйте. Повода написано. Не давайте повода. Ищущим повода. И увидите двое или трое. Наконец, будет 30 человек. А может и 100. А вот теперь батюшка увидит климат, температура меняется. И будут подходить бабушки. Будут к архиере. Почему нас не учат? Почему нет проповеди? Эти вопросы, которые Вы бросили, они будут разрешаться. Вы не думайте, что я сижу здесь в комнате, один старик, никому не надо. Во-первых, я не старик. Это первое. А в комнате я не один. Со мной Господь. И дальше. Сколько новых людей приходит? И вот они говорят, священник отказывается крестить. Ну и что? Они едут к нам сейчас 10 июля, у нас будет крещение. Но я им говорю, ищите в окрестности, по районам, везде найдется такой батюшка или нет. Ну и езжайте в Москву, Берсеневка, около храма Христа Спасителя, там метров 250, отец Кирилл Сахаров. И он вдруг направляет к нам человека. Почему? Не к нам. Сначала направляет, он знает, что я направил его к священнику. Тот отказывается крестить. Бывает согласиться, но только дай деньги. Не креститься, симония. Ты скажи, я десятину буду платить. В пять раз больше отдам потом, но сейчас за крещение нельзя платить. Это таинство. А дальше, а дальше этот священник начнет думать или воевать. И вот теперь Господь покажет, кто вы есть. Не бывает так, чтобы я уверовал и было без искушения? Святые говорят, если искушения не терпишь, Богу не угодно это дело. Но это действительно так. Если мы не угождаем людям, у нас будут враги. Павел говорит, если бы я угождал людям, не был бы рабом Христовым. Это невозможно, как не можете служить Богу и мамоне. Это несовместимое. И это люди увидят по вашей жизни. Будут те, которые поносят вас, сделаются вашими друзьями. Я личный опыт передаю. Это 54 года, это не два года. И не надо никуда уходить. Ходить к нам... Можно я это дополню немного? Вы вот у вас есть, да, опыт, у вас есть практика, но она относительно 80-х, 90-х годов, когда народ был заинтересован, когда народ жаждал Бога и веры. Вот сегодня немного все, да не немного, а гораздо сильно изменилось. Сегодня людям, они объелись вот этого всего, понимаете, как никого уже ничем не привлечешь. Ну, разве только через интернет, вот, да, вы своей проповедью привлекаете, и то там единицы какие-то, понимаете. Но сегодня человеку, вот только становящемуся на путь православия, да, чем он, каким авторитетом или какой силой он сможет людей привлечь ко Христу. Он же, Дмитрий, он пробовал, понимаете, у него был, ну, раз немалый срок вот привлечь людей, вот сейчас в селе, в котором он живет. Он же практически знаком со всеми людьми и пытался их привлечь ко Христу, понимаете. Но там он один отпор только встречал от людей. И что ему теперь? На голову их доладить и колье на голове тиши кем. Как быть-то? Они его отвергли с его Христом. Хорошо. Мы едем по деревням, по районам, по городам, собираем людей. Первый раз нас люди видят. Первый раз. Это не 90-е годы, а 2013, 2014, 2015 год. И сразу же находятся люди. Прямо около храма. Мы их приглашаем, они отходят. Прямо здесь же начинают свидетельствовать. Если есть знакомый кто-то, к нему на дом. Мы дальше уезжаем, если это недалеко. К нам эти люди сегодня приезжают сами. И просят, приезжайте, проводите у нас занятия. Но, здесь одна небольшая тайна. Если там нет церкви, храма нету. Если есть храм, священник сразу узнает и объявляет войну. Из 99, может быть, только из 100, а один только, который не противодействует. Ему кажется, люди будут уплывать, ему там меньше будут давать, меньше эти вонючие свечки покупать, которые не являются восковыми, беззаконная торговля, и все у него будет окей. Не будет. Не будет. Как священники спрашивают, а где Игнатия? А Сергей этот, Сергей Бурдин говорит, а вы не слышали, Игнатия-то помиловали? Помиловали? Он из тюрьмы вышел. Каюк вам попыть и перь, теперь снова вам покоя не будет. Они как зашебутились, давай совещание провожать. Что сделать? Сообщать власти, власти его не забирают. А тут работа была, только пришел, и во первый же день люди стали приходить. Я образую занятия не где-то, а в милиции. В милиции обращается милиционер, ведут занятия в прокуратуре, перед тобой тоже открыто прокурор обращается. То есть, я не могу назвать ни одного места, где бы Господь не ответил, а дальше тот человек начинает там работать. Но вы по-другому будете работать. У нас стоит правило, к нам в общину нельзя приглашать. Мы себя обрезали со всех сторон. Правило такое. Такого правила никогда не было. Почему? Мы направляем храмы московской патриархии. Их через день делают всех врагами против меня. Но по-другому я не могу поступать. Я все время проверяю себя на молитве. Я говорю, идите к священнику. Господь посылал к священнику, который будет требовать его распятия. Вот такой порядок сегодня. Дух Святой по-прежнему трудится. Находятся новые люди. Вот только остановились, стоим на остановке. Но на остановке сегодня я остановился. С тобой у нас есть, можете наши взять, визитки, такие у нас богатые ресурсы. Мы беседуем. Но я направляю к себе, нельзя звать. Вот тормоз-то где? А где вы собираетесь? А мы отдельно, мы к зарубежной церкви относимся. Ну, а вот рядом храм идите. Да я там был, там поп такой, только деньги. Не только это. Он может и проповедовать. Идите, скажите, что я его посыл. Он этим умягчился. Ну, сохранил ему там 10 рублей. Ну, а дальше-то работа твоя уже от тебя зависит. Из церкви не уходить. Работать. Работать рядом и посещать церковь. Священники говорят, я буду крестить правильно, меня архиерей запретит. Назовите мне в России, в Русской Православной Церкви, патриарши, одного священника, которого запретил патриарх или кто-то за то, что крестит правильно. Пока ни одного нету. Вы доведите до нужной точки кипения, чтобы таких было священников тысяча, запрещенных там. И рухнет эта стена неведения, лжи. Боимся страдания или чего? Или боимся, из этой колеи выйти? Не бойся. Выйди, Господь с тобою. Он благословит тебя на это. Не только по интернету, брат Сергей, не только. Это лично. Вчера только у меня это было. Один раз человек пришел, один раз, и уже разговор. Другой приезжает священник, он не наш, но он приходит на консультацию. Ему никто не дает. Это никто не ответит. Что мне делать? Вот архиерей так несправедливо. И с ним разговаривает он всех под запрет. Поступать нужно вот так. Соберитесь вместе все, которых он под запрет, и начните молиться, выпросить у Бога любви к Слову Его, к церкви Его, к архиерею, и температура будет другая. Это я просто знаю. Против нас воевал епископ, здесь был Дмитриев, Максим, и он сейчас в Елесск отправили его. Но перед самым отправлением внезапно отношение его изменилось. Прямо внезапно, чуть ли не в один день. И он едет с большой группой священников к нам в Потеряевку и служит литургию вместе, и там причащаемся. А воевал больше десяти лет. Ничего. А кто помог этому? Патриарх. Мы это узнали точно. Патриарх спрашивает нашего епископа, как отношение с этими двумя общинами. Вошли нет. А он отвечает, наш епископ, не вошли. Если бы местный архиерей-то поступал по-другому, видимо, он его вызвал, дальше мы догадываемся, и сказал, меняй тактику, посетить. И он говорит, я бы на вертолете к вам прилетел, вот как даванули. А батюшка говорит, да у нас площадки нет где садиться. Это зимой было. То есть они боятся вышестоящего, чтобы не оторвали от кормушки. А я, ты знал, что это будет? Не знал. Вот встречается, до этого был Антоний Массеневич, возвращается и говорит, патриарх Алексей меня спросил, а какие отношения у вас с Игнатием Лапкиным? Я говорю, так и спросил. Так и спросил, а я знать не знаю, что он меня знает. Все они знают. А вы что сказали? Я сказал, хорошее. Видите как? Кажется невыносимо. Стена. Стена догнилает, книга развалится. Вы знаете, кто это сказал? Студент Ульянов. А церковная, тем более, у нас каноны. Щит. Каноны. Каноны повелевает всем повсюду благовествовать. Откуда известно Деяние апостолов, 8 глава, 4 стих. Мы обязаны нести благую весть. И будут люди, и будет община. Собирайте рядом. Вот если бы я был в Московской Патриархии, там, где находился, я находился, то минимум 600 общин я мог бы уже образовать, где мы были. Но меня там нету, и я отсылаю их к священникам, которые гробят все. Так вы тогда кто такой, если вы знаете, что там погибли? Я не сказал погибель. Я говорю, поступает неправильно. Мне встречаются в городе люди, которые только начнут говорить, они подходят, а я ходил на занятия в такой-то, ну в пяти университетах занятия вел. А сейчас что? Ну вы же говорили в церковь ходить. Ну да. Но я батюшке сказал, что хожу на ваши занятия в технический университет. Он, что ты? Да это еретик. И он запретил мне. Я говорю, а куда ходишь теперь? А теперь никуда. Дома сижу. То есть я ее погубил, получается. Не погубил. Я сделал все правильно. Я отослал к священнику. А Бог уже усмотрит. Игнат Ильич, вы вот часто сами цитируете Феофана Дотворника, который писал, помните, еще одно, два поколения, 200 лет назад было, и православие. Но мы же видим реальность этих слов, этого пророчества. О чем сейчас говорит, если люди-то истощили, люди духовно истощены полностью? О чем говорить-то можно? Говорить о том, что в первую очередь, тут два варианта. Это был лжепророк Феофан Дотворник. Если только православие, то, которое он говорил, его нету. Значит, православие-то есть. Или он имел в виду что-то другое. Мы его лжепророком считать не можем. Значит, то православие, которое было и сегодня, огромная разница. Хотя и тогда оно было уже не евангельское. А что делать? Трудиться. А о том, что в православные храмы нельзя будет ходить, сказали. А когда будет объявлено? Будет сказано. Конечно, не из-за встречи патриарха Кирилла с Франциском. Нет, конечно, не из-за этого. Да как вы против патриарха? Обман. Я не против монашества. Я за то, чтобы монахи вышли на проповедь. За то, чтобы патриарх шел на благовестие. А встречи нужны? Нужны. Беда не от того, что встретился, а то, что встречаются. Вы говорите, будет объявлено. А кем это будет объявлено? И на какой ступени это будет объявлено? Куда уже дальше? Посмотрите, беспредел, какой творится. Ты меня прям в угол загоняешь своими вопросами. Я все равно буду оборонять. Значит, когда будет объявлено? Официально может и будет объявлено. Но это будет объявлено. Ну вот я о чем говорю. Официально-то об этом никто говорить не будет. Мы должны духа слушать святого. Он нам скажет, когда это будет объявлено. А, Сергей, обязательно будут. Будут диамиды. Будут, как на Владивостоке, там Вениамин, кто-то встает. Обязательно среди епископата будут люди. Обязательно. Это будет или какой-то диакон, архидиакон Афанасий. Все, представьте себе, все епископы подписали с подарианским символом. И все, православие кончилось. А одна домовая церковь, одна без креста на вес Константинополя. И вдруг выходит какой-то никому неизвестный архидиакон и задает один вопрос Арию. Он не позаглаза, это не Дворкин. Ария, а кто тебя судить будет, когда умрешь? Христос. А как это может судить, если он такой... Все, архиереи стали дезавуировать свои подписи один за другим. В дальнейшем это будет патриарх Александрийский Афанасий. Мы не знаем, кто восстанет. Может, вот это Дмитрий восстанет. Восстанет и поставит точку и начнут люди менять свой взгляд. Руки не опускать, не объявлено, но дело показывает, символ не изменен. Еще много священников, которые служат по истине, которых можем мы прямо по именам назвать, ну, просто боязно называть, их могут заклевать. Есть люди, которые совершают только полное погружение и учат. Вот у нас катехизация 500 часов. Вы понимаете, 500 часов и 20 минут. Ну, еще сравнивать-то. Ну, даже смешно. А было... Игнатий, опять же, вот тему, а тема давайте не уходить. Вот мы сегодня только с Дмитрием говорили. Раз уж мы, если мы вот такие неукоснительные исполнители канонов, да, возьмем вот патриаркальное вот служение его по канонам-то он даже воздвигнут патриархи незаконно. Да. Вот. И что ж, о каких тут канонах можно тогда говорить? Вы говорите о патриархе Кирилле? Ну, да. Незаконно. Но и не противозаконно. Не противо. То есть, он сумел поставить такие условия, проголосовали, 25 лет, чтобы канцелярская работа, нигде не поставили условия, какие были у апостолов, изведанных, исполнены Духа Святого. Он и не прошел бы по этой теме. Но он уже есть. Мне священники отрадо стали писать. Он незаконно. Я его не поминаю. Остановитесь. От поминания ему ни холодно, ни горячо. Ты из обоймы выпадаешь, ты ему ничего не скажешь. Сейчас успокоились, эти священники служат и молятся. Он уже поставлен. И все-таки незаконно поставлен. Не народ его избирал. Но он поставлен. Давайте признаем, но я не знаю, надо ли признавать. Ну, два варианта. Один я не признал. Что дальше? Ну, ничего нет вот этого, кроме того, что я потерял связь с церковью. И дальше он имеет общение с другими патриархами. И мы перечисляем автокефальные церкви. Он признанный там, да, признанный. Значит, своему уму не доверять. Здесь делает что-то Господь. Это вы его признаете? По-первых, гильдию, говорят, провели бы, если он к нам приехал. Он осенью вполне мог приехать. Вполне. Если бы не его там маршрутка, его не охраняли эти снайперы. Ну, речь идет не о самом патриархе, а речь идет о канонах, о правилах. Вы вот радуете за исполнение канона, по, видите, творится-то все обратное. Я канонами занимался специально три года симфонии составлял и нашел из 719 действующих ныне правил 413 ежедневно, целенаправленно, умышленно нарушаются и попираются. 57 процентов. Я это сказал, когда был в синоде Жордан-Вилле Русской Православной Зарубежной Церкви. Они мгновенно ухватили. И вы можете показать, какие правила. Ну, конечно. Но это еще не полное. Я не в алтаре. Мне помогали священники. Они могли что-то пропустить. Может, даже больше. И что, можно исправить? Можно исправить. Ну, можно вот вопрос задать? Я слушаю. Вот патриарх же должен выбираться жребием после трех кандидатур выдвинутых синодом. Правильно? Понимаете, вот правильно. Канон. Какой канон? Назовите канон, обопритесь на него. Мне нужен канон. Я просто, не просто священник рассказывал мой, который до этого был, молодого, который служил, которую убили. Он мне просто рассказывал, что почему вот так вся, ну там речь, я не помню, естественно, на чем взошла. Он рассказывал, что патриарх Кирилл был первым выбранным не по жребию, а что они уже протянули то, что уже они голосуют, а не жребие именно. И голосуют открыто, а раньше все время было закрыто голосование. Вот как вы к этому относитесь? Давайте посмотрим. Я не знаю, мне это было неинтересно, он просто рассказал. Я отвечаю. Нет, я сейчас еще договорю тогда. Просто вчера Осипов там его спрашивали в Северном соборе, вот это видео там есть, 15 минут, если хотите, я вам спрошу, я его там нарезал, у себя выложу. И он как раз сказал, что сейчас на соборе протаскивают опять тему, что если раньше голосовали все епископы, ну как и на Вселенстве, то есть сколько их было, столько голосов, то сейчас опять протаскивают, что уже не все епископы голосуют, а один выбранный от церкви будет. Конечно, подкупить 10 человек проще, чем 300 человек, это естественно. И опять протаскивают систему вот такую, как во всем мире, мирскую систему. Господь сказал, я не от мира всего, вы соборная церковь, а протаскивает опять вертикаль власти. И он об этом еще рассказал. И у меня прямо сразу мысль, как мы вот с моим отцом Романом разговаривали, тогда он это рассказывал, он просто вспомнился. Я сегодня Сергею позвонил, и я тогда-то не интересовался, эти вопросы мне интересные, я познавал, так скажем, «Православный путь», там отцов читал, мне считалось, это было не особо интересно, просто, как говорится, за ужином разговора-то зашел. А вчера я вот вспомнил. И вот сейчас я у Сергея сегодня там беседовал на тему, я сейчас у вас спрашиваю, это как раз вы, я как раз сказал, что он к вам обратился, может быть, вы же у нас знаток юридический канон, можно вас православный юрист назвать. Я сказал, позвони, узнать, как там. У меня сейчас в этом нет смысла ковыряться, хотя я Сергею хотел предложить, ты знаешь что-нибудь, давай поковыряемся, поднимем это, раз тогда это съели, хотя я просто у Сергея спрашивал, как там это все проходило. Я-то, когда еще, наверное, патриарха избирали, я и не веровал, так скажем, поэтому я далек. Сейчас я хотел интересоваться. Вот правильно, вам пытается вопрос задать, если вы такой ревнитель, вот как же вы признаете патриарха, если, во-первых, вы тогда поправьте, есть такой канон, как это вы живут люди, рассказывайте, расскажите, это мне сейчас интересно. А то, что вы даете, рассказываете, мне не особо интересно, то, что вы просто меня пытаетесь определить, какой я есть со стороны, ну это понятно. Но уже сейчас слушаем, уже сейчас про меня слушаем, может поговорим о чем-нибудь просто. Обычно сравнивают его избрание, патриарх Кирилла, с избранием патриарха Тихона. Как было так же, три человека, и жребий привезли там слепого с хитом, какого-то монаха, он залез там в шапку, или где достал Тихона, он меньше всех набрал голосов, голосовали больше за Антония Храповицкого. Ну я знаю, да. Это другое к каждому было, но практика церкви не может быть пренебрегаемой, канона нет. Во-первых, канона нет. Значит, практика церкви встает на первом месте. Мы признаем патриарша Свояна Златоуста, патриарх Константин Тихонский, да кто его избирал? Никто, не один. Его цариса Евдоксия поставила, и все. Цариса. Но он остался Златоустом. Это фактически никакой роли уже не играет. Ну вот, Павел VI был такой патриарх, тоже избирался также по становлению царя, и он подписал однажды какой-то эдикт юридический, а потом дома до него дошло, что я сделал-то? И он заплакал, и цариса приходит, а он ей прошение на стол. Я не патриарх. Я ухожу, слагаю себя сам. Да ты что, сейчас такая ересь, тут иконоборческая, тут надо... Я ушел, меня нету, мне надо зализывать свои раны. Кого я могу учить, когда моя подпись там стояла? Я грешник. Но как церковь? Да церковь что, вот у меня помогает, помощник, свящу подает. Вы его поставьте патриархом. Кого? Ну Тарасия. Тарасия. Да кто он такой? Цариса, не искушай меня, я ушел. Я сказал, цариса переспросила, а кто он такой? А вот такой-то. И что, в шесть дней его поставили патриархом. В шесть дней, то есть, его в дьяконы, пресвитеры, по порядку в архимандриты, монашество, и наконец патриарх. И тоже будет святой. И того оставили в списке святых. Тот... Так какой-то смысл, в канонах и стали все время попираются? А это нет, я повторяю, канона нет, ни одного канона не было нарушено, ни одного. Хорошо, традиции попираются, практика. Какая разница? Но правильно поступил, во-первых, сказал, и практика показала, Тарасия, это был защитник очень сильный, православие. Главное, что потом промыслом Божьем мы видим, что Господь все даже самое нехорошее может и камни в Киеве превратить. Именно так. Самое нехорошее. Мы наблюдаем, но это не значит, что мы должны грех называть добродетели. Это абсолютно не так. Это по вашей теории можно иуду оправдать. Нет, моей теории никакой теории нет. Это обвинение и справедливое. Вот смотрите, город Каманы. Епископа нету. Епископа избирает весь народ. Ну, что, вся гурьба с базара собирать кого-то? Да нет, конечно, всегда были делегаты. Это была ущедительная дума, всегда было так. Делегаты, которые голос выражают твой. То есть у нас сейчас так. Демократия пока это худший способ правления в мирской практике. Но здесь молились, а как избирали царя Михаила Первого? Точно так же. Были представители разных партий, а потом сошлись на одном и избрали его. Против этого нельзя бунтовать. Так и было. Я считаю неправильно сравнивать церковь с миром. Господь сказал, я не от мира сего, а мы все время пытаемся церковь построить по пешкому принципу. Я к церкви говорю. Царя Давида кто избирал? Один человек. Единственный один. Пришел и пастушенка помазал. И он будет царем. Вы, кстати, тут словами что же бросаете? Он не избирал его, он просто Богом помазал его. Это избрание, избрание. Он избрал. Это не избрание. Это лишь он как рупор был. Он никого не избирал. Вы помните, что потом этот же пророк приходит к Давиду и говорит, хочу построить дом Господа. Он говорит, ой, какая классная идея. Давай, давай, строй. Не успеет до дома доходить. Господь говорит, он не построит. Скажи ему, что построит сын его. И он возвращается, он не свои слова говорит. Я о Давиде говорю. О Давиде говорю. Когда он пришел к Киесею, то он выбирал из семи сыновей. Вы просто, может, забыли это. Он выбирал. Какие они ростные, какие красивые. Выбирал. Но Дух Божий подсказал, его нет здесь. И он говорит, все дети, да все здесь нигде нету. Да там пастушок один, веди меня к нему. Вот дальше Бог покажет, выбирает. Народ выбирал. Но когда... Да он не сам выбирал, он Духом выбирал. Дух Божий, Дух Божий через народ. Хорошо. Это необычный, всегда говорит пророк. Амросия кто ставил? Медиаландского. Ребенок закричал. Ребенок. Епископ Амросия. И голос ребенка глазом Божьим был. Нельзя так, а как Бог, через кого будет действовать? Хорошо. Григорий Богослов, к нему применили правила. Я сейчас... Имел право покидать своих. Из патриарха его убрали. Все. У тебя есть своя... Как он, я забыл, кем он был-то, епископом, где Василий Великий поставил. Сосимы мои, сосимы. Он их ненавидел, вот эти свои сосины или какая-то там деревня. Его не сняли, он ушел. У вас неправильные сведения. Он ушел. Он встал, встал и говорит, сидите как журавли друг друга, только гогощите. Правильно, потому что его клевать начали. Кто-то приехал, его противник какой-то начал возмущение. Он, да, он сам как бы ушел, понятно. Но это называется, знаете, у нас в современности уволился по собственному желанию, только когда тебе сказали просто об этом, вот и все. И чтобы тебя по статей не увольнять, ты уходишь по собственному. Там то же самое на собой. Просто возмущение пошло, да, он ушел. Значит, вас этот пример Тарасия не трогает, что Цариса поставила, и он дальше канонизированный будет. Я говорю, вы мимо попристили. Такой важный момент. Нет, почему не трогает? Там есть, если я не ошибаюсь, если это Тарасия, я путаю. Цариса, Цариса. Вообще, веренина, которого крестили, то есть, это он, или я не помню, которого вообще не было даже христианином кого-то поставили. Он христианин. Нет, а какого-то там, который вообще не было. Его христили сначала, потом рукоположили в деку, священник, и в патриарх. Он святой. Это Бог делает. Бог делает. Значально. Зачем тогда канон? Канон это зачем? Смотрите, Дмитрий, в городе Камане епископа не стало. И разные партии. Одни, чтобы он был красивый, другие, чтобы богатый, третий, речистый. Такие споры идут. Один только стоял, говорит, вам, говорит, никого не угодишь. Говорит, вам что, только осталось угольщика Александра поставить? А Григорий, еще дотворец, приехал рукополагать. А кто это такой? Да, это такой, тут один уголь обжигает там для кузнецов. А где он сейчас? Зачем спрашивать-то угольщик? А где он? Да где он, как всегда, говорит, когда съезжается на этом лимузинной карауле, то есть ослов, чтобы не украли, он сам пришел, и целый день стоит в карауле, чтобы осла не увели. Воросто тогда тоже было. Он говорит, приведите его. Привели его, он с ним стал беседовать, а там кладезь мудрости. Он никто, совсем никто. И он его попросил, все, на все вопросы ответил, теперь помыли его, как Иосифа, когда из тюрьмы выводили перед фараоном. Представили. Ну, он говорит, я нашел, говорит, Вот, говорит, задавайте вопросы. И все партии согласились. И он как выглядит. И что есть? Ну, так богатства у него нет. У него, говорит, духовное богатство. Хотели богатым быть. Но деньги у него будут. Народ будет. Я с вами не спорю. А кто твердит? Какое отношение? Кто его поставил? Один. Один умный человек, Григорий Чудотворец. Никакого голосования нет. Он его поставил, он его представил. Это разные вещи. Нет, он его представил и поставил, рукоположил. Вы понимаете? По согласию церкви. Понимаете? Он его по согласию церкви, а не самочинно рукоположил. Это разные вещи. Он самочинно рукоположил бы, он власть имел эту. Но он хотел, чтобы там был... Вы сейчас гадаете. Гадайте, я на кофейной гуще могу все что угодно. Это не очевидно. У нас кого угодно сейчас приводят и говорят, это ваш епископ. Но он хотел, чтобы там был мир. Задавайте его вопросы, посмотрите. И он... А теперь Александр Каманский, епископ. Епископ, который канонизирован церковью. И отрицать, что в это русло вести не всегда получается. Иногда так, а иногда вот так. Иногда Господь только брение помазал и слепой. А другому... Вижу, как деревья, он наполовину только вызвал. Господи, а почему не сразу? Это почему ответится потом, когда учителя церковные будут. Учителя. Придут Григорий Богослов, Амросиме Диаланский, Иероним Средонский. Они будут вникать в эти таинственные слова, которые Бог дал учителям, не апостолам разъяснить. Вот вы не торопитесь, когда вот я сказал это, не торопитесь. И поэтому патриарха избрали не по привычным канонам. Он обязательно хотел быть патриархом. Он угодил властям. Слава Иисусу Христу! Не забывай сегодня, где являемся мы. У памятника. Так, что-то у меня тут задел, я, наверное. Что тут? Вам не слышно? Нет, все слышно. Сейчас слышно, да? Все хорошо слышно. Вот. Патриарха избрали несоответственно тому, как избирался патриарх Тихон. Но патриарха-то следующий, Сергия Старогородского. За что избрали патриархом? За предательство церкви. За то, что ваши радости, наши радости. Значит, мы дальше должны не признавать уже и Сергия. А раз Сергия не признавать патриархом, его рукоположение прав. Все! Церковная жизнь замерла. А так он не такой. Потом те, которые были против, выходили из тюрьмы, кто живые, постепенно все вошли в церковь. Ну, некоторые стали... Правильно. Так зачем канон, если потом по концовке мы все судим все равно по духу? Вот вы сейчас правильно говорите. Если так все рассуждать, то все можно отрицать. Нет. И мы по духу определяем. По духу? По духу. След за ним идет кто? Ну, вы видите, как их избирает? Патриарх Алексей I, Семанский. Его избирает советская власть. Здесь избрал Путин его. Но церковь утвердила. И так было не сегодня только. А как при Османском ИГИ было? Что я церковь утвердил? Утвердила не церковь, а архиереи. А это лишь топ-менеджмент церкви. Вот как в бизнесе есть. Рабочие, есть топ-менеджмент. Церковь это все люди. Это не факт, что все утвердили. Я, например, его не утверждал. Я был против. А он что, не в церкви? Он вроде себя православным считает. Я его тоже, допустим, считаю. Так, по патриархии я сказал все. Не принято? Значит, не принято. Иначе у вас переходит в спор. Кадин говорит, беседа, говорит, не получилась. Переходим сразу к оскорблениям. Ну да. Да нет, было интересно. Так, Сергей хотел что-то сказать. Не, я сказал. Я, говорит, свое слово сказал. Так. Я, Игнать Ильич, я, знаете, я вчера ради интереса в тысячелетнюю историю взял и просчитал правление патриархов. У нас на Руси это было всего 200 лет. 216 лет, по-моему, патриархи у нас были. Да. А так православная церковь без патриархов было. Очень просто. Нужно было прийти Петру Первому и все. И последний патриарх кончился. 200 лет не было и молчали. Молчали? А кто поднял? А Иларион Троицкий колотил и бил. Талантливый человек. Нигде не показано, что должен быть патриарх. Нигде в Библии это не сказано. Каждый епископ автокефалия. Каждый епископ. И может быть каждый священник, когда нужда приспишет. Вот ответ-то где находится. Про патриарх это ни слова не сказано в канонах. Ну и большая ли у нас нужда в патриархе? Зачем он нужен вообще? Ну не нужен он. Правильно. Но он есть. Его надо беречь. Он не нужен. Он кроме раздора ничего не принес. И Петр Первый это понял. Легче управлять. Потому что ну и тогда Петр научился и синодом управлять. Мы знаем, но данность такая. Вот допустим, священник это рукоположен, но крещен неправильно. Мочение. Мочение это не крещение. Ну а теперь он уже священник. Его нам прислали. И вот приехал допустим к нам епископ и у него такие священники. Вы их признаете действительно? Да, признаю. Да нет никакой логики. А вопреки логике. Потому что церковь установила. Дальше рассуждение наше идет в тупик. Да ладно, я узнал. Это правильно погружение. Следующий правильно. А третьего я не могу проверить. А тот-то может не был правильно крещеный-то. Но рукоположен все правильно. Рукоположение на сто процентов точно. Все. И церковь вынесла решение признать. И я его признаю. А как вы относитесь к старообрядческому расколу? Раскол произвел Никон, но не Аваку. Поэтому раскольники православные, а не старообрядцы. А вы не думаете, что Дмитрий, а вы не думаете, что хороши были оба? Ведь раскол-то был не из-за обрядов. Не о духе спорили даже. Хоть по духе спорили. Хоть достойно был бы раскол. Кто-то был прав. Ведь поспорили об обряде, который не имеет вообще никакого значения. Нет, об обряде. Дмитрий, у вас неправильные сведения. Не об обряде. Но вы хотите узнать или на этом останетесь? А, нет, я спрашиваю. Дело в том, что речь шла о книгах, не об обряде. В книгах переписчики многое уже добавили. И когда сходились в разных местах, одна и та же книга, а от руки многое переписывалось. Но по-разному. К единообразию надо привести или нет? Потому что от этого зависело, когда выход священника, идти по солнцу или против солнца. Приезжают грехи... Это разве не обряд? Это разве не обряд? Это обряд. Но в книгах, где написано, как молиться, 2 раза Аллилуйя сказали 3. Это не обряд. Это словословие. И люди боялись. И когда Никон узнал... Да хоть 33 ты скажешь. Если ты 33 раза Аллилуйя скажешь, что хуже Богу будет, если ты скажешь 33 раза. Или о ней договоришь один раз. Это уже магия. Если я верю, что я должен как мантру произнести, если 2, я верю, не сбудется молитва. А 3 сбудется. Это же язычество. Это каббалистика, если я считаю буквы. Сережа, он смеялся, он в храм это не ходит, а он мне спрашивает, что правда считают, что ли там, да, или как это, Сережа, я же не помню, у нас разговор получился. Я говорю, а как они 30 или 40 раз считают Господи помилу? Они все по пальцам считают, он смеется или не верит, я не знаю. Пусть он на любой клирос в любой храм зайдет православный в России. По пальцам стоят, Господи помилу, считают, причем тарабанят, как из пистолета вылетает обойма. И 12 раз так же считают, и 40 раз считают. Считают, стоят, кто там бумажечки закладывает, кто на пальцы стоят, бабушки считают. Это что, это не каббалистика, каббалистика. Нет, можно это по чтениям традициями, я не спорю. Какая разница, в принципе, ведь священник это дирижер, так все его называют, еще я на златоустный, потому что он предстоятель, он, грубо говоря, он же говорит, что делать. Он же молитву начинает, грубо говоря, клирос заканчивает. Клирос то же самое, ну, раньше-то это и были люди, то есть они заканчивали. Он говорит, Господу помолимся, а мы что говорим? Господи помилуй. Он нам говорит, что делает, он дирижер. Это в любой литургической брошюрке написано, что он предстоятель, он как бы командует процессом. Поэтому можно не знать даже, не стоять с брошюркой, а действительно просто слушать, что он тебе говорит, и все. Ну, если хорошо, говорит. Тут вопросы-то какие. Старообрядский тоже, я понимаю, там и за книг было. Опять же, идея-то хорошая, а к чему привела-то? Уперлись рогом во что? Не в духовные вещи, если бы там... Хотя там же были, да, может быть, вот эти, чуть ли не тронули догматику. Что там хотели с духом, я не помню, там слово вот это какое-то. Это я согласен, там что-то было. Ну, вы говорите, как это не обрядово. Ну, про двоеперсти это же реально было. А вакуум-то говорил, тут мы куриные лапы будем там креститься. Все там типа геды наши крестились так и так. Они оба были неправы, вот так скажем. И правы, и неправы. Но из-за этого нельзя было раскол-то делать-то. Что нельзя консенсус найти. В них у обоих дух был нечистый. Потому что раз они раскололись, значит дух нечистый. Господь сказал, разве может царство разделиться само в себе? Не может. Если оно разделилось, и они оба, уба в себе не нашли. Вот вы сами говорите, что надо смиряться перед Патриархом. Так же они могли бы перед Никоном пропустить. Он уперся в эту лапу там или в книги. Да книги четыре веков. Ведь служили же по ним. В принципе, чем аргументировал Никон? Он говорил, четыре века-то служили наши отцы. Ничего страшного, переписывались. Ну, сейчас-то как-то идет, ничего страшного. Что, не спасались? Это ладно, это опустим. Что, Сергий Радонежский не спас, и все его братство, которое потом понесло вот это... Есть, есть тема, тема посвежее есть. Вот, Игнатьевич, я последнее смотрел собрание общины, да? Вот вы, опять же, наставляете братья, чтобы ни шагу в московскую патриархию, да? О чем? Вот как тогда? Вы видите, опять назревает зарубежная церковь, назревает раскол. Вы знаете информацию? То, что зарубежники опять протестуют против вот этого всего. И вы своих же, опять же, предупреждаете. Вот. И что, и как вот тут? Почему? Почему вы, вот вопрос такой, почему вы не благословляете идти туда? Да я же ответил, потому что там смерть для нас. Я не сказал всех. А что мы сейчас защищаем тогда? Мы сейчас, разговор зашел о канонах, которые попираются там, сплошь и рядом. Я сказал, сколько, потратил на это время. Опровержений никаких нет. Я же не для спора стяжусь здесь, а чтобы ответить. Вот он, Дмитрий, задал вопрос о расколе. И у него уже мнение готово. И он его высказывает, три раза подряд меня перервал, и я уже спорить вижу, переходит в спор. Дальше я только могу молчать. Но он останется при своем, при неполном знании, так скажу. Тем более он никогда старообрядцем не был. Он не знает, что там, из-за чего было. Видно, обряд там, каббалистика, то другое. А с чем тогда ты остаешься? И чего и нет. Ну да, надо вот фильм «Раскол». Ты смотрел гимн «Раскол» фильм? Ты интересный очень. Посмотри, если не смотрел. Я смотрю, он мне очень понравился. А по поводу этого, я, во-первых, конечно, я по книжкам. Я не жил в то время. И я в старообрядцем никогда не ходил и с ними не общался. Естественно, я с вами по книжкам разговариваю. Это, по-моему, нормально. А по поводу моего мнения, все-таки я тоже не безграмотный. Именно потому, что я хотя бы эти книжки церковные, наши, православные, я читал авторы. Но не только православные. Я читаю как раз, стараюсь информацию получить объективную. Поэтому я старался читать не только то, что в семинарии предлагают, вот, почитать церковные истории. Я ее с разных сторон смотрел. И просто для себя выяснилось, что неправы были оба. И я, кстати, не считаю ни тех, ни других неправославных. Я считаю, что и старообрядцы, и мы одинаково православные. Потому что раскол из-за обряда – это глупость. Поэтому дух действительно мог остаться в обоих. А вот с католиками, с плафистами, я не согласен, допустим. Там не дух был раскол. Там гордыня была бешеная. Уже дошедшая до сумасшествия. Культ Папы создавался не в X веке. Не там в XVII, когда его на соборах приняли, там в XIX. Нет. Он создавался в VII-VIII веке уже там. Они же не общались. Восточная церковь Запада. Там уже в своей жизни по письму перешлют друг другу. И все. Этот культ там стали уже делать. Он уже в X веке, он просто уже как дух принял форму. Вот и все. Зашли друг в друга. А нафима плевали и разбежались. Вот и все. Но это лишь результат. В один день такой. Это же не вчера за столом сидели. И вот давай сегодня разбежимся с Восточной церкви. Нет. Культ создали Папы уже тогда. Непогрешимости, наследие Петра. Там как будто Павел хуже Петра. Да Павел, вы лучше меня знаете, как обличал Петра. А я слышал, как в этой лекции, кто читает внимательно послание, прекрасно понимает, что это значит безгрешность. У кого она есть, безгрешность на земле? Зачем нам Папа-то русский или римский? Нам это не надо. У нас один Господь, Христос, глава всего. Поэтому нет. Я с радостью вас слушаю. Почему? У меня просто свое мнение есть на старом ряде. Если вы меня в чем-то расскажете. Вот вы говорите, что единственное, что это они православные. Тогда получается православные раскольники, которые себя называют. Но я так не хотел бы считать. Я считаю обоих православными. Потому что действительно раскол был. Я считаю. Это опять какая-то гордыня просто лютая. Что вот все, как я сказал и все. Один уперся и второй уроков. Причем вы... А вам как сериал-то этот раскол Геннадьевич? Вы смотрели его? Смотрел. Отворки какого-то я смотрел. Беседовал со старообрядцами. Ну что там правильно? Вот вы мне скажите. Я-то не могу судить. Я с удовольствием послышу. Самое-то главное, что старообрядцы сглотнули этот фильм. Они были консультантами на этом фильме. Как фильм «Остров» консультанты были от патриархии. Более позорным, кажется, ничего нельзя было сделать. Они проглотили. В епархиях назначали время. Официально просмотры. Шли в кинотеатры. А там ничего нет. Это обман сегодняшний. Камуфляж православия. И ваши рассуждения в эти, которые о Папе Римском, там все правильные. Но дальше-то вы не рассуждаете. Я вынес вердикт и ушел. А чем вы можете быть полезны? Вы сами-то себя нигде не задействовали. Вот ваш это... Вы молодой человек. Вы так много могли бы еще сделать. Но старообрядцы... Я спросил, а вы на вопрос не отвечаете. Я отвечаю конкретно на вопрос. Вы его не уходите. Я могу ему доверять, судить? Там правильно изложили ситуацию или нет? Там правильно представили? Авакуума показали или нет? Его жизнь, его мысли. Или я могу доверять этому сериалу? Вот я вас сейчас спрашиваю, как у авторитета. Потому что, в принципе, у меня, да, односторонние возможности. Я вас сейчас спрашиваю, а вы не отвечаете опять про Папу там. Вы же по очереди. Вы уже комментируете мои слова и вам вопрос завтра. Все везде касается меня конкретно. Если это меня не касается, то остается один дым. Дымное надмение мира. Гиларион Троицкий сказал. И здесь конкретно. Вот коснулись старое обрященство. Раскола. Должен был, нет. Ни тот, ни другой Евангелий не коснулся. Библия в Расколе даже не упоминается, как будто ее и нету. На благовестие не идут. Ни прав, ни тот, ни другой. Прошел Стоглавый Собор. И на Соборе на этом два правила приняты. До 30 лет не рукополагать. Ни под каким видом. А раньше 23 года один рукоположен, Никон. И в 21 год вакуум. Оба нарушителя являются. И о чем спорили-то? О чем даже разговаривать? Минуты тратить не надо было бы. Почему? А вот это уровень. Это то, что нам принесли с Византии. Пещерное христианство. Они пришли с лопатами сюда копать. Пещеры пошли. И все такое. Настоящего христианства-то в России никогда не было. Евангельского. И никогда не проповедано, как должно. Это еще Николай Семенович Лесков об этом писал. А как тогда? Никак к истоку возвращаться. Подвязайтесь единодушно за веру евангельскую. И вот у вас ошибка-то главная в чем? Вы увидели это? Увидели иногда даже, как говорится, не все. Мягко даже скажу. Но вы скажите, а что я могу сделать? Как поправить это положение? Поташение старобрядцев. Кто вы? Теперь вы можете... А как правильно? Так или так? Двуперстия или троеперстия? У меня есть отдельное слово сказано. В том и другом элемент ереси. А вы как? Мы двуперстия молимся. Мы с детства так приучены. Так. Но это нисколько не правее того, что троеперстия. И это я доказываю очень легко. Когда старобрядцы... Большие собрания бывают. Я у них, если выступаю, я говорю. В течение одного часа я вам докажу, что вы не старобрядцы. И даже в конце можете сказать, вы еще и не христиане. Вот тут они бунтуют. А когда кончатся, по одному встают и говорят. Да, действительно так. Вот показать. А теперь как делать? А начинайте работать. Как? В евангельском духе. Что нужно? Самое главное, что выразил Серафим Саровский, вы подметили. Стижание Духа Святого. Рождение свыше. Этого нет. Два пункта эти не решены. Они решены, а остальное это времяпровождение. Один любит курить, другой любит языком болтать, третий еще что-то делать. Вот я. Пошли меня. Слова пророка Исаии. Кого послать? Этот клич остался. Вот я видел пролом в Доме Божьем. Кто встанет в этот пролом? Я искал и не находил. Я вижу эти проломы. Я могу встать. Да какая должность? Никакой не надо. Любовь. Страх Божий. Ирепископы прислушиваются. Я могу назвать такие вещи, что я приезжал в Москву. Ночью тайно ко мне пришли три епископа в советское время решить вопросы. А я мирянин, у меня вообще ничего нет. Ни образования духовного нет. Когда говоришь, у леи, говорится, глаза в разбежку. А почему так? Дух Божий. Вот мы помолились. Я вчера целый день, положено мне, допустим, семь раз. Я посмотрел, да, десять раз. Я Дмитрия, Господи, краси Дмитрия, чтобы была беседа. И она сегодня есть. Для вас эта беседа труды Сергея. А Господь через Сергея это сделал. Вы себя задействуйте. И посмотрите, чем вы можете быть полезны для католиков. Для патриарха, для сегодняшнего положения в церкви, до этого раздрая-разброда, где один мамона царствует. Вот эти сорок, Господи, помилуй, я считаю, насмешка над Богом. Ничем они от мантр не отличаются. Больше трех раз не положено. Библия говорит об этом. Господи, мой Господи. Как стихотворение написано. Покрыт я весь коростами. А сорок раз. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ну что, насмешка над Богом. Господи, помилуй и послушай, идет ли помилование? У нас считается очень медленно, но мы не можем выйти из этого, как говорится, заложники этого. Но считаем медленно, чтобы успеть припомнить какой-то грех. Тот и другой не правы. А как надо было? Полную, абсолютную реформу ума. Дать Богу место. И людям об этом сказать. Мы не правы. Ни тот, ни другой на это не пошли. Ни о вакуум. А как? Репрессия. Царю. Ну, портопопа вакуум лучше был. Он не казнил никого. Не казнил. Власти не было. Он говорит, Алексеевич, дай мне власть, тет. Я их всех перепластаю, Никоньян. Позовешь попа, если, говорит, выкопай яму, на тысяч коля роженит. И когда он пойдет по двору, то поп провалится, брюхо распорит, а ты в своем дворе бегай вокруг ямы и говори, ах, батюшка, я не знал, что тут такое. Чему он учил-то? Это кто? Это просто опакум. Портопопа вакуум учил. Так я вам, кстати, хорошо, что вы коснулись. Я взяли этот момент, когда он сидит в яме. И он говорит, что это просто у него власть, а я в яме. Но если бы вы были на пород, я бы делал то же самое, чтобы он сам признался в этом. Вот, и это все видно. Но вы это поняли. И теперь начните. Мысленно перенеситесь тогда. Вас бы убил тот и другой. Убили оба, если бы вы это стали говорить. А теперь мы уже в этой обстановке сегодня. Как я могу быть полезен для старообрядцев? Как могу быть полезен для них, Каньян, для этих? Как? Вы себя нигде не задействуете. Вы сторонним наблюдателем себя сделали, в лесу гуляете. Я вам сказал, начинайте... Не так, вы ошибаетесь просто. Дмитрий, начинайте... Вы слышите меня по какой-то короткой записи, которую я сказал. У вас в жизни тоже многое было. Начинайте образовывать общину. Я сейчас несколько месяцев в страну не хожу, это ни о чем не говорит. Хорошо. Тихо, да как образовывать общину в могиле? Какая там община, в скотомогильнике, а можно образовать... За эту награду получишь. Если бы не было гонений, все было благополучно, не было противника, а за что награда, когда ты ни с кем не боролся? Это Господь повелевает идти. Иди! Я с тобою. Иди! А раз не идешь, спроси вчера, кому ты сказал о Христе? Нету. Месяц. Кто пришел через себя? Никого. А в интернете? Да и в интернете люди смотрят, а человек сторонний. Рассуждения у вас многие правильные, но все у вас сошлось на критику. Патриарху вы полезны? А какая от вас польза ему? Когда вы знаете, что он незаконный, и поэтому нечего ее слушать. Я говорю, избрали незаконно, но он законный. Понимаете, разница наша в чем? Бог утверждает так, как мы не думаем. Он сказал, когда Петра спросили, что нам делать, мы его распяли. И он начинает перечислять три ступени. Везде три. Покайтесь. Запятая. То есть вы неправильно сделали. Признайте себя виновными. Вы руками беззаконников распяли. Петр сказал, второе, и докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов. Не в покаянии прощения, а в крещении. И получите дар Святого Духа. То есть покаяние, крещение. А теперь, когда приходят в другом месте, там по-другому в доме Корнилия. Покаяние. Получение Духа Святого, потом крещение. Да, Господи, порядок-то нарушен. Нарушен. И на это Петр будет ссылаться. Потому что с ним было шесть свидетелей, которые наблюдали. Язычники не могут быть в Царстве Божьем. Но он говорит, мог ли я препятствовать, когда они также получили Духа Святого. Дух Святой засвидетельствовал теперь. Переменяется местами в данный момент. Но не общее правило. Бог меняет правило. А вы еще толкете. Я согласен. Бог может делать так. Жена будет главной в семье. А когда? Когда муж потерял главу. Златоус показывает, когда. И тогда жена занимает кафедру. Не в церкви, дома. Я же глава. Глава спилась, под столом лежит. Теперь жена ведет. И иногда в нужные моменты Бог воставляет измерян. О чем митрополит Старгородский говорит. Людей, обреченных пророческим даром. Как бы пророков. И они поведут народ. Не обладая никакой харизмы. Никаким саном. Ничего нет. Вы к себе примените это. Дерзете? А я когда просчитал, я понял. Обо мне речь идет. Я не друг патриарху Сергию Старгородскому. Но он прав. И вот вы себя решите. Этот разговор, чтобы не был тщетным. Что после этого разговора у вас изменится? Первое. Самое наипервейшее. Для себя взять. Родиться свыше. Ни по чем у вас этого не видно. Ни по какому шагу даже не видно. Рожденный свыше, он все направляет к славе Божией и к исправлению дел в церкви. А я сторонний наблюдатель. Ну как? А вы что, для баптистов тоже? Я для баптистов столько сделал. Но сколько людей-то пришло оттуда? Стали в православии священниками. Вот сегодня только еще спрашивают, такого ищут. Какой выход? Довериться Богу. Против моего разума, как я научен, я вижу многое в церкви. Но руки никогда не опуская. С нами Господь тут большинство. И начиная развивать свой талант. Спросите у себя, какой у вас талант? И какой прирост дали вы? У вас тоже одно самохватство. У вас я, 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 я. Я и другому нельзя. Нельзя. Ну как нельзя? Апостол Петр, когда исцелен, сказал, кто это? Вы что думаете? Это я своим благочестием, что ли, сделал? Именем Господа Иисуса Христа здраво стоит. Вот и все. А вы все время я, я, я. Ну не бойтесь этого. Вы не можете сказать я, поэтому и страшно. Я знаю причину-то какую. Я ушел, в лесу гуляю. Вы не можете сказать этого-то. И поэтому, когда говоришь, как нужно, город на вершине горы, они начинают корежиться и прятаться. Почему? А ничего у меня и нету. Один дым. А вы скажите. Я. Слово «я» стоит на первом месте. Аз. Я более вас потрудился. Апостол Павел не боится этого сказать. Вы боитесь. Почему? А ничего нет за этим «я». Пустота. Я могу сказать. И поэтому говорю, не стыдясь. Это благодать Божия делает. Благодать. И благодать делает то, чтобы призвать всех к покаянию. А вы писали патриарху? Нет, я писал. Писал и совсем недавно. Что я сказал? Ты писал? Нет. Я должен сказать, я написал. Да у вас звучит, что будьте как я. Я совершенно... Апостол Павел говорит это. Дмитрий. Он говорит. Подражайте мне, как я Христу. И подражайте тем, в ком видите этот образ. Вы почему-то можете. Знаете, меня почему все время интересно. Люди, которые беседуют с тобой, они считают, что они могут ссылаться на Писание, а другие нет. Вы говорите, что блудницу надо на 10 лет запрещать везде. А Господь никого не запрещал. Сказал, иди, я тебя не осуждаю. Мало того, что других упрекнул, по сути. Этим сказав. Кто без греха, попробуйте, киньте. Какие? Какие прещения? Какие птимии? Он не сказал, кто птимию из вас наложит? Кто? Все разошлись. Еще совесть была. А у нас нет совести. Ей 10, ей 15, ей 100. Мы-то безгрешные. А она блудница грешная. Вы хотите расстаться, чтобы встретиться? Или больше никогда не встречаться? У меня были такое там с Америки один. Он точно так же. Во время беседы он вскипел. А потом сатана вошел. Всем злейший. И он совершенно не понимает, что делает. Чтобы не было с вами этого. Мы сошлись для пользы. И я вам говорю, вы перебиваете. Вы слышите мой голос и перебиваете. И таких перебиваний уже до полсотни набралось. То есть, смотрите, вы себя задействуете здесь. В любом вопросе. Встреча с Сергеем была не случайной. И начинаете работать над этим. Дальше. Сегодня еще не случайно. Господи, а что я могу извлечь? А вы уже начинаете обрубать со всех сторон и прочее. Но мне это не действует. Никак. То есть, мои отношения остаются прежними. Так же вы попали в поле зрения. Мы молимся. И с сегодняшнего дня, скажи, до вечера. Вчерашнее мое расписание изменяется или нет? Во сколько я встаю? Начните с себя. Как отношусь к постам православным? Дальше. Как отношусь к богослужению? Меняю мнение или нет? Теперь. Что я могу сделать в том храме, в котором я нахожусь? Конкретно по этому священнику. И поставьте программу какую-то себе. А вы видите, о чем я говорю, вы нигде не задействованы. И вам легче все обрубить. Больше не встречаемся. Вы сказали я, 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 я. А что я буду говорить-то? Я говорю определенно, что испытал. Дворкин вам этого не скажет. У него ничего. Но вот реально поставьте вот ему, допустим, сайте на его место, да, программу распишите. Вот сейчас образно, что ему нужно делать. Повторяю, повторяю заново. Первое, отречься самого себя. У него не сделана первая ступень. Этой дерзости уже у вас не будет. Дерзость. Дерзость. Вы в этой критике, то есть иногда критика в хуление переходит. Вы уже застряли. Вам оттуда надо выйти, Дмитрий. В молитвенном состоянии. В пост обьявите. Три дня, по крайней мере, не пейте и не ешьте. Хотя бы три дня. Чтобы двери райские хотя бы издаля увидать. Вот первое, отвергнись себя. Дальше на вас будут гонения. Возьми крест. А теперь следуй за мной. Это третья ступень. Следуй точно по заповеди. И изучить каноны. Все заповеди Божьи. Не просто я слушаю и считаю. А вот просчитал один стих. Какое отношение ко мне? Что именно я могу сделать в этом? Конкретно. Ну вот просто по любому вопросу. Я практик, не теоретик. Поэтому я не могу на вас показать. Во-первых, вы ничего не можете показать. Мне говорят. Вот преступность захлестнула страну. Ну я слышал неоднократно статистику. 150 тысяч человек ежегодно теряется. Что вы сделали? В ответ. А вы что сделали? Ну в первую очередь я иду работать в тюрьме с заключенными. Мне это открыто. Они знают, что я каторжник. Я иду из камеры в камеру. 17 лет. Бесплатно. Выслушиваю жалобы. Добиваюсь разрешения работать с ними как следователь. Мне дела уголовные дают. Это нигде в России этого не было. Следователи в это не верят. Я работаю с этими делами и выбираю. Вот. Сидит за убийство. Я работаю. До суда. Да, молодец. Я вас перебью, потому что, вы знаете, у меня просто складывается впечатление, что Сережины друзья. Каждый раз мы уже созваниваемся. Мы с ними не так давно знакомы. Но вот уже третий звонок. И каждый раз меня кто-то пытается учить. Я никому как к наставнику не обращаюсь. Я за советом никому не обращался. Побеседовать я могу. В чем тут гордыня? Вы все меня судите. А какое вы имеете на это право? Как раз это и есть гордость. Я за судом сюда не обращался. Дмитрий, я не закончил. Вы легко перебиваете. Вот это и дерзость есть. Ну, пусть это будет дерзость. Ну, зачем? Пусть. Уже согласились. Тогда не обвиняйте, что я сказал. Первое. Сергей спросил. Я ему отвечаю сейчас. Помолчите пока. Пожалуйста. Я что делаю? Я говорю, первое, отвергнись самого себя. Это самое трудное. И вы видите, как он беспокоит вас, враг? Вы себя сначала определите. Я буду в церкви, от православия никуда. В православии удержаться очень трудно. Там не за что засыпиться. Но я должен раскрыть свой талант. Теперь на бумаге напишите, какой мой талант, который я уже признал. И как я его могу развить, умножить, хотя бы вдвойне. Не в десять раз. Это первое. И с этого начать. Определенно там, где вы находитесь. И вы увидите, завтрашний день будет другим. Измените все расписание в своей жизни. Расписание. И расписание вам покажет, что надо было то раньше сделать. Теперь сколько у вас друзей, которые понимают так, как вы. Сами себя. Отвергнись себя. Надо узнать, кто я конкретно. Что за зашоренность такая. Я вот так понимаю все. А я ежедневно себя проверяю. Друзья, близкие. Что они скажут. Друзья эти, с чем не согласны. Послушайте. Какие у вас есть враги конкретные. Враг иногда бывает больше видит, чем друг. Что он вам скажет. А вы эту встречу уже ни во что ставите. Я вам конкретно говорю, с чего начать. С самого себя. Притом это не надо ждать, когда патриарх покается. А когда я покаюсь. Сколько вы пропустили богослужений воскресных. Уже за три богослужения канон карает отлучением от церкви. Канон. Это уже определенный канон. Хорошо. Ладно. Все. Давайте заканчиваем беседу. Уже скучно. Ну вот это первый шаг. Но когда первый шаг будет сделан, у вас будет дальше легче. То есть переносить терпеливо, что на вас возникнут гонения. Возьми свой крест. И тогда будет видно, что это у нас не дымное надмение. Мы услышали, узнали. И теперь чем я могу быть полезен, пока я живой. Конкретно. И найдите хороших друзей, товарищей, священников, с которыми могли бы обращаться за советом. Начните конспектировать книги толкования блаженного фертилакта Златоуста. А то они сказали что-то. Они сказали по слову Божию. В каждой проповеди у Златоуста в среднем более 50 ссылок на священное писание. Вы знаете, те же отцы говорили, что совет без вопрошения глупая вещь. Я у вас советов не спрашивал. Абсолютно. Антония Великого почитайте. Там тоже очень хорошо. Я его насчитывал. На плюнках насчитан Антония Великого. Я тоже хорошо его знаю. Да. На нашем сайте... Он совет без вопрошения никому не давал. На нашем сайте пять томов добротолюбия, насчитаны мной. Я его знаю. Антоний Великий был как пчела. Я говорю, с кем бы ты встречался. Везде извлекал пользу. Правильно. Вот так. И от церкви, конечно, ни под каким видом. Никак. Ни одного богослужения воскресного не пропускать. Дмитрий тоже, он не сидит спокойно. Он для церкви трудится день и ночь. Он же в своем... Он сильно болеет, понимаете. Он не может передвигаться. У него скованность такая. Но он все свое время отдает служению Господу. Насколько может. Все свои силы, понимаете. Это хорошо. Но вчера я прослушал эту беседу. Я что увидел там в этой беседе? А там вы спросили, я отвечаю. Задействовать все, что в тебе есть сейчас. Чтобы Господь... Он задействовал все возможное. И прошел уже теми путями, о которых вы говорите. Он это исследовал уже все. Несколько лет положил на это. Хорошо. Я сказал, ответ в один только. Отвергни самого себя. Я вижу, этого нет. А если этого нет, остальное все уже напрасно будет. Потому что главное спасти... Он как он отвергся? Он раздал даже все имущество свое, раздал все. Он живет в Халушкин, живет. Сергей, это прекрасно, похвально. Но дальше-то не своему уму доверяйся. Вот я сказал о патриархе. Все, о патриархе тема закрыта. Избран не так, но он благословенный. Мы его признаем. Все. К этой теме нет. Это вы признаете. Можно сколько угодно признавать. Это ваше дело. То есть уже не сходитесь? Я задаюсь вопросами. Вот и все. Для меня истина это Христос. Для меня истина не церковь даже. Потому что церковь выживается постоянно. Вы сами привели все соборы, на которых сидели. Все подписали. Все, кроме Афанасия. Все подписали. Что это? Это не церковь. Это церковь. Она ошиблась. И так каждый собор через перепитие проходил. Я церковную историю изучал. Может не так, как вы, хорошо. Может не столько лет. Христу было 33. Ничего он проповедовал. Почему я вас не сужу? Почему я вам советы не раздаю? Благословен Господь, который слышит голос Духа Северного. Вот вы сказали, так я, но я и церковь там не признаю. Как это так? Я не признаю ее за истину. Она будет словом, как Христос. А тело может болеть. Вы на каноны не смотрите. Каноны, да, это люди написали. То есть соборы вселенские, на которых 1500 епископов, они для вас не существуют как будто. Да вы же сами сейчас пришли к выводу, что даже начиная с Первого Вселенского Собора, они подписались там, под чем не стоило. И нормальные. Решение-то, решение-то. Даже слагали себя в епископский сан, чтобы за мучение совести. Сами же говорите об этом. И только говорите, что почему-то я должен закрыть глаза, сделать ли себя слепого и говорить, что я ничего не вижу, ничего не слышу. Что это за глупость? Меня это не устраивает. Я же слепой, я не слышу. Хорошо. Вы не теряете связи, по крайней мере, с Сергеем. Вы увидите, что дальше будет более явно уже вам, что вы вне церкви. Вы легко будете баптистом, кем угодно. Это уже прямо не то, что веет запах, а просто удушает. А еще меня веселят пророчества от всех. Нет, по-другому никак. Без канонов... Вот именно Сергеевы друзья все не пророчествуют. Не пророчествуют, я не пророк. Я просто говорю. Если каноны... Вы уже говорите, что меня сатана там будет крутить, что теперь я сейчас... Видите, вы перебиваете просто. Конечно, перебиваете. Я не хочу это слушать. Я, в принципе, сказал, что давайте попрощаемся. Ну вот это поэтому. Хорошо. Потому и не хотите слушать, потому что я задел самые болевые точки ваши. Ну, у каждого есть болевые точки. Болевые. То есть свое я на первом месте у вас. Ну, у меня есть я, да. Возьмите блаженного Филакта его, законспектируйте, просчитайте, доверьтесь ему. А он брал из всех святых отцов. Для вас никаких авторитетов-то нету. Кроме того, что... Я все Филакта Болгарского прекрасно знаю. Что вы мне рассказываете? Димитрий, просто недовольным быть это нетрудно. Нетрудно. Но что ты сделал конкретно? Вы видели один ролик со мной. И делаете обо мне. Мы с Сергеем общались. Да, общались на определенные темы. Вы меня знать не знаете. Не знаю. Но, однако, вы уже сказали... Вы сейчас... Осудите меня. Осудите меня по одной лекции. Вы не беседовали. Сейчас решили по скайпу. Вы решили посудить меня. Так, давайте по-хорошему расстанемся. По-хорошему. Да, давайте по-хорошему. Не надо... Чтобы это была не последняя встреча. Но только заведите себе дневник. Записывайте. Мы сегодня... Опять я вас советов... Зачем вы даете советы? Вот даже напоследок. Не нужны ваши советы. Вот вам и не надо. Ваша я. А мне один раз совет дали. Я выполняю его уже 53 года. Вы-то молодец. Что вы мне сейчас в пример ставите? Я вас знать не знаю. Дим, не надо ни подкидывать дрова. Давайте по-хорошему расстанемся. И Господь еще соберет нас. По-хорошему, без советов надо расставаться. Все. Давайте останемся с Господом. Игнатий Тихонович, простите, если что не так. Так, Сергей, мы расстаемся, видимо, на 4 месяца. Поэтому... Я не знаю, какая там связь у нас будет. Хотя нынче я решил забрать свой компьютер. Планшеты там не очень... Я не знаю, какая причина. Так. Я благодарю за встречу. Слава Господу Иисусу Христу. И я не хотел, чтобы она была последней. Да, с Богом. Увидимся. Потому что у нас было такое. Прямо на встрече, на первой. Несогласие, притом такое. Несогласие это ничего еще не значит. Да нет, ничего не значит. Конечно, все. С Богом. С Богом. Ради Господь.